Вот наконец-то. Ой, какая шикарная квартира. Зашпаклевана уже. Здесь расстроенный шкаф сделаем, я так думаю. Будет шикарно. Потолки натяжные сделаем. Альберт Гюлумян делится планами будущего обустройства квартиры с новоиспеченной соседкой. Уже выбрана плитка для ванной комнаты и обои для кухни. Но кажется, он до сих пор еще не может поверить, что это его собственные квадратные метры. Слишком долго их ждал. Около 15 лет. Строительство жилого комплекса «Феникс» бывшего ЖК «Изумрудный» началось еще в 2003 году. Компания «Стройинтеркомплекс» собрала с дольщиков деньги, начала возводить дома. Но спустя два года работы на объекте приостановились. Пять лет вообще строительства не было. Пять лет вообще стройка была глухая. Она заморожена полностью была, а потом пошло и пошло. Нашлись инвесторы. Один из старейших долгостроев Краснодара сегодня в рамках рабочей поездки посетил заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Вместе с губернатором края и мэром кубанской столицы. Люди, которых же личный вопрос довел до отчаяния, наконец-то получат ключи от своих квартир. Это стало возможным благодаря краевому закону о защите прав дольщиков и поиску нового инвестора, которому предоставили компенсационный участок. Два многоэтажных дома вот-вот будут сданы. Здесь никаких денег. Инвестиционные участки были получены инвесторам. Это вот эти два литера у нас стоят. Он за счет этих двух домов достроил эти? Да. Вот как-то надо здесь механизм ваш поизучать, посмотреть. На самом деле, потому что если этот механизм где-то работает, его нужно сохранять. Не все за счет бюджета мы не достроим. Есть вопросы, которые просто требовали системного подхода и разрешения. Объем большой, обманутых дольщиков, но когда создали комиссию, когда в ручном режиме начали подходить, то везде алгоритм решения есть. Дешевый он, либо дорогой. В этом вот принципиальная разница. Но то, что везде решения есть, это 100%. И сегодня мы системно степсиемно, сколько мы, около 7 тысяч людей за два года убрали из числа. 100 домов. И примерно даже более 7 тысяч людей убрали из числа обманутых дольщиков. Все, за два года они ушли. Решение найдено и еще по одному проблемному объекту – ЖК «Белые паруса». По вине прежнего застройщика из четырех литеров началось возведение лишь одного. Однако дом был достроен лишь до седьмого этажа. В 2015 году работы полностью прекратились. Сегодня за объект взялась новая компания. Изменилось название комплекса «Фрэш», а также было принято решение сокращения площади застройки. Количество подъездов не соответствовало нормам водного кодекса. Новый проект жилого комплекса Вениамин Кондратьев показывает вице-премьеру. Я занял четкую и жесткую позицию убрать эти дома, чтобы сделать набережную. Набережная должна быть в Краснодаре. Это украшение не только города, это любого микрорайона цело. Соответственно, да, срезанные два... Поэтому здесь мы убрали, почему тоже была заминка, убрали дома, которые прилегали к воде. Почему сейчас вы меняли план панировки территории? Вообще, в принципе, надо и вмешиваться в эти процессы. Правильно, он сейчас вмешался, а в некоторых субъектах не вмешивается. Застроит дом в дом роскошная территория людям. Ну, ведь вопрос только не то, что жилье построить. В этом же жилье еще жизнь должна поселиться в этих микрорайонах. А как, если есть возможность сделать набережную, если река и не сделает набережную? Ну, я считаю, это просто убить потенциально тот комфорт жизни, который здесь может быть. Поэтому, да, долгие были переговоры с застройщиками, безусловно. Долгие в целом переговоры и в том числе и с дольщиками, которые уже понимали, что хотя они же понимают, что набережная будет украшением их жизни. Поэтому это все переговоры, но они увенчались успехом. На протяжении последних трех лет проблемы дольщиков решаются планомерно. Составлен реестр долгостроев, для них ищут инвесторов. Мениамин Кондратьев также рассказал Виталию Мутко, что достраивать объекты будут за счет фонда. Его сейчас создают благодаря изменениям в федеральном законодательстве. В первую очередь речь идет об инвестиционно непривлекательных домах. На то, чтобы их закончить, понадобится более трех миллиардов рублей. И здесь не обойтись без поддержки федерации. Все продано, деньги собраны, Снежная Королева расставлена. А в Краснодаре вот эти самые проблемные дома? Основные проблемные дома, на которые мы просим вашу поддержку, это Снежная Королева, Иван Дамария, дом Романовых и Парушная Регата. Принцип один. Дома лишены даже малейшей инвестиционной привлекательности. Это только дополнительные средства, либо бюджет объекционный, либо какие-то комиссионные должны быть референции. Но в любом случае сегодня краю сложно на такие объемы, конечно, самостоятельно их найти. Поэтому мы просим поддержки вашей, чтобы федеральный сектор... Не, я почему и спрашиваю вас. Это самый острый. Вот вы бы, если бы, условно, вам дали сейчас какой-то рисус, с чего бы? Вот с этих высоток. Вот с этих высоток вы и начали. Высотка прямо напротив городской площади Краснодара. Еще один проблемный дом. Свои квартиры здесь ждут более трехсот дольщиков. То, как такая свечка могла в принципе появиться в самом центре города, вызывает негодование. 24-этажный дом без всякой социальной инфраструктуры, коммуникации и даже парковок. Рядом начали возводить точно такую же. Объект действительно сложный, говорит Виталий Мутко. Для решения его проблемы нужно рассмотреть несколько механизмов. В данном случае дольщикам предложили выплатить компенсации по рыночной стоимости. Мы перешли на новую модель. Наша задача сегодня настроить проблемные дома. И государство впервые выделяет деньги на это. Мы никогда не выделяли. Вот он выделяет. Может, единственный из всех субъектов Российской Федерации. Градостроительную политику края обсуждали уже на отдельном совещании. С начала года на Кубани введено в эксплуатацию более 2 миллионов квадратных метров жилья. А это почти половина от необходимого объема. Но количество не должно отражаться на качестве, напоминает вице-премьер. Виталий Мутко отметил, что при разработке нового генерального плана Краснодара нужно учесть ошибки прошлого. Если строить дома, то социальной инфраструктурой и приемлемой ценой за квадратный метр. Каждый проблемный дом, конечно, кто-то разрабатывал городостроительную документацию, кто-то давал разрешение. Мы сейчас были в доме, но как можно в жилом микрорайоне, извините, таком. Это как построить 25-этажный дом. Кто-то ожидал разрешения. Но самое главное, значит, наша задача с вами не оглядываться уже назад. Люди так рассчитывают, что мы все эти проблемы урегулируем. И вот эта сложившая ситуация, конечно, она должна быть, ну, скажем, снята, что больше таких вещей не допускалось. Были нормальные градостроительные планы, нормальные планы планировки территории, заранее с гражданами согласованы. Такие разрешения тыкать, ну, зачем нам в поле 25-этажный дом, или там кругом детальная жилищная застройка, там, ну, как это все, в центре города, там, такие дома. Мы будем вас поддерживать в этом вопросе. Мы вас во всем в этом будем поддерживать. Потому что вы очень многое строите. Я думаю, что для нас сегодня принципиально важно все-таки идти по пути, если уже завершать тему обманутых дурщиков, все-таки того алгоритма, который вы у вас начали, то есть создание фонда и, собственно, краевого. Мы его в сентябре на сессии ЗАГСобрания получим согласование, в течение месяца мы его создадим. Но я думаю, что напрямую с федеральным фондом можно сегодня уж отключить соглашение и, не останавливаясь, максимально приступить к реализации тех задач, которые, в том числе, обозначила Виталий Иванович. Избавляться надо не только от понятия «обманутые дурщики», но и аварийного фонда. На совещании также обсудили ход расселения жителей из ветхого жилья. На эти цели до 2024 года предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!